Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 31 день месяца новых даров 7524 лета шестицы по одному из древних календарей, а по одному из современных 2 декабря 2015 года среда. Мантры целительной практики. Такой у нас будет эфир с такой интересной темой. Главный соведущий Иванов Алексей. Здравия тебе, Алексей. Здравия всем. Да, кто-то сейчас нас слушает. Хорошо. Ну что ж, давай тогда, наверное, сразу, как говорится, брать быка за рога и для начала поясним, что такое мантры, что такое практики и в чем их целительная сила. То есть то, о чем, в общем-то, мы и будем говорить сегодня в нашем живом эфире. Начнем мы с того, что мантрами можно, в принципе, изучить любое заболевание, которое, допустим, придает наш организм. Ну, опять же, тут маленькое «но». То в процессе лечения нужно создать определенный аскетизм. То есть получается, что когда мы читаем мантры, мы настраиваем себя на определенный код Вселенной и что это, в конечном итоге, выздоровление. И еще, что мы подразумеваем под аскетизм? В первую очередь, нужно добавить, что когда мы читаем мантры, не только мы от мат получаем выздоровление, нужно еще мантры сочетать с определенными диетами. То есть в первую очередь нужно будет опять отказаться от алкогольных напитков и от курения. Дело в том, что даже при этом, как говорится, будет истинный эфир, но при этом очень сильно будет замерен. Алексей, не волнуйся, вы даже чувствуете так, когда волнуешься. Здесь все свои, все добрые, не переживай. Значит, мы, прежде чем начинать заниматься мантрами, мы должны осознать, что какое-либо умопомешательство, связанное с наркотическими деяниями, оно несовместимо с мантрами. Это первое. И ни в коем мере, естественно, мы не должны думать о том, что алкоголь или табак – это не является наркотиками. Это наркотики. Поэтому мы их не употребляем. А вот почему не употребляем? Что там, эти наркотики, они как-то человека не в ту сторону затягивают, приземляют его как-то или в какой-то, может быть, иной мир его отправляют. И оттуда уже заниматься мантрами абсолютно бессмысленно. Может быть, даже вредное занятие. Если вы хотите, допустим, избавиться от табакокурения и алкоголизма, то, конечно, в этом плане нужно повторять мантры. Они помогут вам избавиться от этих привычек. Ну, а если, допустим, мы будем, как говорится, себя перегрузим различными химическими веществами, а потом будем читать мантру, допустим, для очищения печени, то это приведет к тому, что ни к чему это особого не приведет. Это разъяснило, как если порощёнок, да, его помоешь, он опять залит служу. Или, как в Индии говорили, это купание слона. И, как бы, в этом случае это абсолютно бесполезно. Это как одни люди, которые лечили санатория по очистке печени. То есть, изначально очень печень очищают, а потом вечером начинают, как говорится, проверять, насколько эта печень очищена. И начинают тебя опять гвоздить. Ну, с теми и так далее. Хорошее сравнение. Приехал человек лечиться. И начинают проверять, насколько он вылечился. Да, вот это странно столкнуться с Китаем, что вот это вот так и происходит. Но сначала у них с древней трактой идут, а потом они, как говорит, себя нагружают, начнут затылок и говорят, почему же такое ничего не помогает. Когда мы вообще деньги сходим, хатим. Я всё пью-пью, мне всё хуже и хуже, да? Да, да, примерно вот так, да. И получается, ну, опять же, да, сама мантра, она маленькая не до того, да, не до самой лечения. То есть, получается, на праве здравомыслия, допустим. Если у вас, допустим, аппендицит, да, надо всё-таки обратиться к врачу, а не там сидеть, читать мантру. Потому что, ну, если, допустим, до врача невозможно дойти, да, то как бы один из способов, да, а если лучше все-таки обратиться к врачу, то есть, нужно совмещать различные виды лечения. То есть, сама мантра, да, это очищение ума. И когда мы, допустим, переходим к диете, да, ещё раз говорю, что правильной диетой и с помощью медитрации на мантру можно лечить очень многие болезни, в том, получается, начинаем очищать непосредственно как умство, так и тело. И следует сказать, что мантры, они очень долго работают. То есть, получается, наше тело определяет различные... Ну, наше тело, да, оно и неркно. И эта неркность различна. То есть, у людей, которые духовно особо не развиты, тогда с собой не сидят, читая мантры, они эффект получат значительно... ну, они эффект получат значительно долгого. Они получат, получается, так. Угу. То есть, получается, у нас, когда читаем мантры, да, у нас, когда мы, то есть, принимаем таблетку, ранят у него таблетки мантры, мы принимаем таблетку, мы сразу оказываем воздействие на физическое тело и получаем определенное выздоровление. То есть, у нас будет голова, мы принимаем таблетку, мы снимаем, в первую очередь, принимаем не саму болезнь, а снимаем эффект этой болезни, А причина этой болезни, в принципе, остается. Когда мы начинаем читать мантры, идет постепенный оздоровляющий эффект, и притом очищение идет не снизу вверх, а сверху, с самых твоих души, с самых твоих верхних энергетических оболочек. И все это спускается постепенно вниз. Существует еще утверждение, что если мантра, то это не наше, что это возможно, что человеку принадлежит другой религии и так далее. С этим можно маленькими с ними не согласиться. Дело в том, что читая, изучая различные литературы, я вышел на сказки народа Индии, на сказки Индии, но при этом там не такие, как Махабхараты и так далее. Но обычные народные произведения. Я обратил внимание на следующую интересную вещь. То есть человек зашел, допустим, в храм, да, там стоит изваяние божеств, их в одних переводах называли Перуника, а в других переводах называли Перуница. Меня так и заинтересовался, естественно, прошелся прослушки, и оказывается, что Перуница и Перуника — это Вишна. Сразу у меня возник вопрос, а Ладо получается Ларшми? Ну, интересная аналогия. Крамов очень много встречается географических названий. Допустим, около Хабаровка протекает рыка, которая называется Сита. Ну, если быть подправочником, то эту реку назвали в честь поселка, которое называется опять Сита. Почему называется Сита? Ну, как бы, непонятно. Одни говорят, что это досталось от еще коренных жителей, которые здесь жили. Коренные жители сами этого не знают. Второе замечание, что мантры, они не читаются с помощью пранаямой йоги, да? То, читая мантру, нужно обязательно пранаямой йоги. На самом деле, мантра, она будет в одежде и пранаямой йоги. Сама пранаямая йога, она будет нужна, чтобы нам отключить свой ум, да? Чтобы нам отключить свой ум, и... Отличая ум, да, это один из способов, самым безопасным методом изменения сознания, да? Мы постоянно работаем своим умом, мы постоянно действуем, Все это выстекает такую большую обыденность. Мы постоянно говорим, то есть мы как бы осознаем свое «я», да? И когда мы ум отличаем, а его, в принципе, можно отличить, мы это сейчас, попозже мы это разберем, как это сделать. Когда мы отличаем ум, мы начинаем смотреть нашу реальность в другую плоскость, в несколько другой плоскости. Ну, один из способов, чтобы отработать пранайема йога, это был со мной очень неприятный случай, когда мне кто-то атаковал на энергетическом уровне. Атака была весьма, ну, как бы, весьма такая атака была неприятна. То есть, ну, ничего, короче, не мог сделать, мне буквально давили. Я очень давно изучал Кабалу, очень давно, это еще 90-е годы, вот, когда все это расцветство, мистицизм ушел. Ну, видимо, такой расцвет приходится тогда, все-таки, когда, ну, идет определенный кризис, так и экономический, так и социальный. И там один способ посланения этой физической атаки, да, нужно представить ярко включающую пентаграмму, да, и пустить ее в сторону воздействия очень плохого. Так эта пентаграмма просто потухла. То есть, я понял, что, как бы, такой человек бы, который, ну, по энергетике гораздо, ну, больше меня, короче. То есть, я вообще не мог ничего сделать. Тогда я начал читать мантру. И, как бы, потрясающе. И именно вот этот вот, этот случай, да, эпизод, он, как говорится, заставил на меня обратить очень внимание. И с этим делом более основательно. То есть, был эффект, знаете, когда вот в трубе, в печной трубе, там гуляет сквозняк, вот такой же звук такой вот гудящий. И все, что вот словно меня, не выданно пошло обратно. Ну, мантра была следующая. Это Крим, Хум, Хрим, Хацаваха. Получается, Крим – это обращение к Али, да, после незащиты. Хум – это защитная мантра Шивы. Хрим в одних практиках – это или обращение к Дурге, а в других практиках – это обращение к Шиве. Ну, получается вот так вот. Ну, да, как-то звучит все-таки, скажем так, не совсем по-русски. Это многие сейчас скажут. Ну, вот опять индусятину притащил в эфир. Все-таки звучат такие слова, не очень привычные русскому нашему слуху. Ну, в принципе, так, но… А нельзя было сказать там Перун, например, да, и Лада? Еще что-нибудь, надо заменить слова. Возможно, можно, но это просто первое, что пришло как бы мне в голову, да. Ну, еще раз говорю, что, как бы, это самое, это самое дусятино, но, ну, как бы, очень много присутствует, хотя бы в названии, в местности, в географических названиях. То есть, очень много такого всего это есть, да. Как и в Индии, допустим, да. Я вот удивился, что, допустим, в Вишну, то есть, ну, грубо говоря, называли Перуном. Это как бы все, как бы, класса единой культуры. Ну, я думаю, что разделять все это… Не нужно, я думаю, что все это разделять. Я сейчас еще уточню. Алексей, дело в том, что у нас есть уже два выпуска с Всеславом мы проводили, которые посвящены Махабхарате. И там рассказывается то, что Махабхарата – это, в общем-то, наше древнее русское наследие, но немного измененное или, можно вернее так сказать, не то чтобы измененное, а написано индусами так, как они слышали и на свой лад это воспринимали. Даже, и опять же здесь не совсем точно, не совсем индусами, а одним из жрецов, мудрецов Вьясы, который писал, отталкиваясь от названий, которые в те времена бытовали в тех местах. Но среди тех мест, как известно, жили наши, одни из наших предков, которые в Индию несколько раз приходили, приносили туда учения. Поэтому вот названия, когда их начинаешь раскладывать, они вполне даже расшифровываются по-русски очень даже хорошо и становятся понятными. А если просто произносить так с теми ударениями, которые сейчас в Махабхарате присутствуют, то как-то не очень они понятны и приятны для нашего русского слуха. Это такая от меня ремарочка. Ну да, ну в принципе всегда же, когда кто-то, допустим, грубо говоря, если бы Махабхарате писали, допустим, буддизм, да, глубоко буддисты, то все это бы проникалось в их культурные традиции. То же самое, допустим, есть в Иранском Махабхарате, да, очень красивое произведение, если не ошибаюсь, оно называется Шахмане, в таком стихотворном размере, да. То есть получается, различная культурная среда, она придает тот или иной экран, да, тому или иному произведению, получается так. Ну хорошо, значит, давай вернемся к тому, что произошло. Ты прочитал эту мантру и заметил, что то, с чем каббалистические вещения не справлялись, мантра очень так простенько справилась. Да, очень простенько, но опять же получается, что простенько-то простенько, но, ну, возможно, что мне просто повезло, ну, а возможно, и нет. Дело в том, что само по себе мантра, да, как бы, ну, там уже, допустим, описывается, да, прочитаешь мантру, получишь там богатство, потом исцеление к болезням, ну, как бы, само исцеление, оно особо как воде и не наступает, и люди, допустим, богатых, как бы, тоже, ну, кто это читает мантру, допустим, как бы, деньги на них тоже, как бы, не сваливаются. И тут важен, в первую очередь, определенный код и определенное состояние сознания, да, чтобы эту мантру читать, чтобы получить положительный херк. Еще раз говорю, если читаешь мантру, не нужно просить там здоровье и так далее, да, сама по себе мантра, нужно, в первую очередь, сосредотачиваться на звуке, и при этом оставлять свой ум абсолютно пустым, чтобы вообще там не было никаких, ни мыслей, ничего. Это, на самом деле, сделать довольно просто. Ну, для этого, конечно, нужна регулярная практика, да, то есть, получается, как художник не сразу не сможет нарисовать законченную картиночку, так и, ну, в процессе этой практики не сразу ты получишь прибил на совершенство. Алексей, хочу сразу уточнить, наверное, это будет интересно нашим радиослушателям, зачем нужно оставлять ум, как ты говоришь, пустой? С чего бы это? Ну, оставался бы ум, ну, сознание при тебе, думал бы, там, мысли какие-то крутились, может быть, какую-то и мысль там выдумал интересную. Зачем именно опустошать себя в умственном смысле? Ну, вот опять нужно для сосредоточения. Дело в том, что природ думал, он постоянно чего-то анализирует. И когда, допустим, вы читаете будет мантру, можно споткнуться с следующим эффектом. То есть, ты читаешь мантру, а думать будешь абсолютно другом. А читая эти мантры, нужно сосредотачиваться, да, сосредотачиваться на, именно вот, на том, что ты делаешь. Следует сказать, что мантры надо читать, ну, полголоса, ни в коей мере не изменяя голос, там, никому не подражая, да. Мы, то есть, мы сами, когда читаем мантру, мы постепенно формируем свой матрический голос. К тому же, когда читаете мантру, допустим, после 15 минут практики, вы обратите внимание на свое дыхание. Это дыхание, потом вы можете практиковать, то есть, внимательно посмотреть и запомнить. То есть, это дыхание потом можно будет практиковать, оно будет являться целебным, и практиковать, допустим, опять же, чтобы, допустим, сосредоточиться, да, или успокоиться, допустим. Оно будет помогать, чтобы уснуть и так далее, так называемое матрическое дыхание. Считается, что диагноз можно там определить по пути и так далее, да, но существуют записи, что истинные врачи, они свой диагноз определяли именно по голосу. То есть, голос – это отображение самого человека, да, всех его эмоций и так далее. И когда человек, допустим, говорит, да, вот именно по голосу, просто слушая, не привлекая никакие там уловки, можно просто поставить человеку диагноз. Это еще раз говорю, очень важно, то есть, повторять, не изменяясь, не изменяясь, не изменяясь в голос, да, повторять именно мантры, именно вот таким вот, в первую очередь, ну, как бы своим голосом, да. Ну, и давайте, наверное, и многие еще практики, да, они будут связаны с визуляцией, с воображением, да, это, в первую очередь, потребуется для того, чтобы, допустим, зарядить воду, структурировать определенным его образом. То есть, заряжая воду, в будущем мантрах, можно ее изменить, она требует абсолютно другой вкус. То есть, ради интереса проводить такой эксперимент, ну, как бы, естественно, не на себе, потому что все-таки большая, очень большая степень внушаемости, да, человек может внушить все, что угодно. Ну, и с помощью методик, которые привыкли дальше, я зарывал воду и просто давал эту воду попить различным людям. И все не отмечали, что вода просто меняла физические качества. Единственное, визу очень вязкой, или давала сладковатой. А чтобы развить воображение, тут можно использовать метод, который называется картинка. Или картинка. То есть, это довольно очень простой способ. Чем он связан? Просто смотрите на картинку, допустим, живой природы. Ни в коей мере не нужно брать какой-то определенный физический объект. Допустим, если, допустим, парень и девушка, да, ни в коей мере не должна в роли этой картинки выступать, допустим, изображение, ну, как бы, изображение своей подруги. Дело в том, что, ну, вот, смотря на эту картинку, да, мы попытайтесь в нее войти, оказаться там, ощущить, допустим, запах листвы, шум дерева, ярких цветов и так далее. Если, допустим, это делать с живым объектом, ну, живому объекту, возможно, при этом будет неприятно, потому что, где мы, где наш, как бы, в первую очередь ум, там это... кстати, вот это вот еще по этому поводу, мы заметим, что если вы будете постоянно ругаться матом, то тоже это будет очень сильно снижать положительный эффект от манка. Ну, тут опять возникает вопрос, да, вот, счет постоянно что-то ограничивает, ограничивают, вроде, как бы, и матом, и фили, да, и ругались и так далее, еще, как бы, все хорошо. Дело в том, что, если бы брать, допустим, статистику по школам, да, кто раньше считал с нормой, вернее, кто раньше считал с патологией, то теперь считается, как бы, ну, грубо говоря, просто нормой. И вот, я думаю, что пытаются, пытаются в этом поводу изменить программы, вводить всякие там новые лекарства, но все же, я думаю, что проще, просто, ну, если это возможно, навести вот такой закон, и все проблемы, и сраждаемостью, и демографика сраждаемостью, и все проблемы просто довольно быстро решаться. Когда ты говорил по поводу того, что люди ругаются матом, вот мне вспомнился такой случай, когда человек стоит на остановке с кем-то громко разговаривает, ну, и через каждое слово вставляет какое-нибудь такое, как дополнение, подходит к нему пожилая женщина и говорит, молодой человек, ну, зачем же вы матом ругаетесь, он так не понимает, кто ругается? Я ругаюсь. Ну, да. Вот так смотрит, не понимаю. Когда? Ну, только что же, вот вы разговаривали. А стоит его собеседник, говорит, да он не ругается, он на нем разговаривает. Да вот это вот называется эффект, который можно называть людоедчикой эффект, людоедчики, элочки. Элочки-людоедочки, да. Да, да. Когда мы словарный запас буквально суживаем, и получается, да вообще это как-то, ну, не красиво, когда человек, допустим, через каждое поле слов вставляет, допустим, название, допустим, грубо говоря, полового органа, определенная ненормальность. Проблема заключается в том, что этим часто очень сильно занимаются взрослые, допустим, маленький ребенок, он на это смотрит и думает, а, как круто, взрослые ругаются, ну, они, надо, ну, сделать то же самое. Подражает, подражает, да. Да, они этому научаются, допустим, в школах, допустим, это как бы, это настоящая проблема. Я вот когда слышу, как разговаривают, ну, знакомые мои, иногда бывает такое, и, причем, разговаривают рядом с детьми своими или с чужими, неважно, вот, я подхожу так на ушко, говорю, слушай, вот у ребенка очень образное восприятие этого мира, и все слова у него в образах представляются. Вот тебе бы было приятно, если бы, например, тебе в нос тыкали постоянно, какой-нибудь такой половой штуковиной, он не понял, но я говорю, ну, дети, представляете себе образы, вот ты сказал слово из трех букв, а у ребенка образ нарисовался, ты сказал там из чего-то еще, у него тоже образ нарисовался, и получается, что ты в него тычешь этим, при нем ты стоишь и вот просто вот разбрасываешься, направо на лес, в том числе ему в уши кидаешь. Вот, говорю, тебе было приятно, если бы кто-то достал, например, откуда-нибудь что-нибудь, и начал тебе вот так вот разговаривая, сувать в нос это дело или в ухи, он такой, в ухе не неприятный, в нос неприятный, я говорю, ну, а тогда что ты сам-то делаешь? Ну, так вот, это называется, ну, человек, человек, телефон просто осознанности. Да, и вот, после такого разговора многие мои знакомые как-то начинают следить за речью, как они говорят, мы начинаем следить за базаром, вот пришел Алексей, мы начинаем следить за базаром, то есть, вот такая ограничительная мера, без руганий каких-то, без каких-то, может быть, претензий, а просто вот дать образ того, что человек делает, когда человек представляет этот образ, он начинает говорить, что да, кстати, вот то, что я не ругаюсь, я на этом говорю, у меня есть знакомые, строители. А строители, они постоянно так говорят. Я обращал, все строители так говорят. И вот мне удавалось таким образом перевоспитать даже строителей. Что они, когда начинают со мной разговаривать, они, я заметил, они просто такие слова не употребляют. Хотя до этого они постоянно... Мы не ругаемся. Это просто такая особенность, специфика нашего дела производства. Ну, это значит, что ваш голос определяет определенными качествами. Не, я просто стою и улыбаюсь этому человеку. по доброте. Я никогда с ним не ругаюсь и задаю какие-то наводящие вопросы. И не более того. Так, ну что, давай, может, приведемся на музыкальную паузу. Ну, давайте, да. А ты пока соберешься мыслями и ко второй части перейдем. Народная славянская радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 31 день месяца новых дорог, 7524-го лета, шестица по одному из древних календарей, по одному из современных, 6 декабря 2015 года, среда. Мантры, целительные практики. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И главный сведущий Иванов Алексей. Напоминаю всем, что работает чат Народного славянского радио, где вы можете задавать вопросы в эфир и также общаться со своими друзьями. Также напоминаю, что если вы входили как гость, то в этом случае вам придется зарегистрироваться уже по новой. К сожалению, вчера было письмо, что вот я раньше ходил как гость, меня типа забанили. Так вот, типа ничего не произошло, просто гостевая функция была отключена, и поэтому человек уже не может войти. Никто никого не банил, если вы не нарушали порядка в чате, не устраивали беспорядок и глупости не занимались. Вот, поэтому входите, регистрируйтесь, соблюдайте элементарные правила приличия и дружеского общения, и все у вас будет хорошо и замечательно. Итак, Алексей, хочу спросить, вот эта песня прозвучала «Жива матушка», она как-то пересекается с подходом к мантрам? Что-то есть оттуда? Ну, наверное, есть. То есть, можно так же сосредотачиваться, да, если вот ее исполнять, то как бы вот такой транс может входить, да? Конечно. То, что, как говорится, направлено на добро и есть там определенные слова, допустим, да, как «живо», да, «живо», то как бы, ну, все эти слова очень полезно влияют на наш ум. Ну, естественно, если очищается ум, да, то чуть-чуть и очищается наше тело. Да, вот как ты говорил по поводу болезней, то сразу вспоминается, ведь все болезни, как говорят, они от нервов, а нервами-то управляет кто? Управляет ум. А умом управляет, управляет сознание. Поэтому, что вы мыслите в этом мире, то ваш ум генерирует, и он дербанит ваше тело через нервные окончания, а потом вы начинаете печалиться. Ай-яй-яй, у меня что-то тут заболело, ай-яй-яй, что-то тут прихватило, и чего это прихватило, доктор, дай таблеточку. Так сначала на таблетку для ума, чтобы у вас ум прояснился, просветлился, чтобы мысли были светлые. А это уже высшее «я» вами управляет. Поэтому вот и не засоряйте себя, и тело будет чисто. Вопросы в чате кем-нибудь есть, нет? Да, вопросы есть. Мы обычно даем тему раскрыть, а в конце уже начинаем вопросы задавать. Если хочешь, я могу засчитать, пожалуйста. Это не проблема. Ну, давайте тогда. И после этого приступим на ключевской части. А, ну давай, хорошо. Если так задумал, давай так и сделаем. Вопрос в эфир от Ярагора. Алексей, мантра – это набор звуков, которые имеют разные резонансы с основными чакрами. Предлагаю рассмотреть наш язык именно как способ обрести все мысленные блага, мыслимые блага. Понятно. Ну, дело в том, что есть особые мантры, которые не влияют на развитие, допустим, какой-то определенной чакры. Ну, если будете заниматься, допустим, мантры-лечениями, то какие-то чакры тоже будут развиваться автоматически. Допустим, если будете чистить печень, да, то автоматически с помощью мантры, то автоматически, кстати, чистим печень с помощью мантры. Один из вариантов это можно из мантры, которая посвящена богине Сарасвати, так понимаю, супути Брахма. То есть мы одновременно чистим печень, одновременно развиваем и одновременно развиваем, допустим, чакру, допустим, ну, не буду говорить как вы говорите идейскими словами, да, одновременно развиваем, допустим, вторую чакру, да. Если, допустим, мы обращаемся к Лакшме, то мы что мы в процессе этого получаем? Мы очень сильно развиваем манипулу чакру, мы очень сильно развиваем манипулу чакру и получаем те определенные соцветительные эффекты, да, которые связаны с этой, допустим, чакрой. Да, и еще надо тоже отметить, если уж мы говорим там вот слова такие, которые многие воспринимаются как индуистские, то слово чакра это на самом деле оно пришло в Индию, это заимствованное слово, которое от арии взаимствовано. Чак это, в общем-то, такой рунический символ, который изображает двунаправленное движение в одну и другую сторону, а слово «ра», наверное, многим понятно, что это такое. Поэтому оно пришло в Индию и там очень хорошо закрепилось и там осталось благодаря нашим братьям-индусам. И сейчас мы можем поблагодарить их за то, что они сохранили это. Да и сами чакры тоже, если разобраться, вот там во многих присутствует как раз то, что именно передавалось от славяно-ариев туда. Так что название, на первый взгляд, Сахасрара или что-то еще, это не индуистские выдумки, это то, что им отдавалось просто в сокращенном виде, где какие-то действия, заложенные в образы, они сокращались до слога, например, или до какого-либо рунического понимания, и уже из них слагалось вот это название. Так что тоже не думайте, что это индусы выдумали, это они просто очень хорошо сохранили, опять же, благодарности им за это. Да, конечно же. Ну мы остановились на развитии воображения, получается, если, допустим, вам очень трудно войти в картинку, то существует другой способ раскраски. То есть мы берем обыкновенную раскраску и пытаемся мысленно раскрасить, допустим, те или иные объекты. Ну при этом должны как бы ощутить все это довольно в живом свете. Если, допустим, даже это сложно, тогда можно попытаться сделать способ довольно нестандартный. Можно попытаться, допустим, научиться играть или, допустим, играть в игры, которые ведут непосредственно к развитию воображения, допустим, и нашей интуиции. Ну это из этих самых таких коровых игр, можно выделить как шахмата и очень древняя скидская игра, допустим, Го. То есть в процессе, допустим, этой игры нам приходится просчитывать варианты и мысленно их визуализировать и мысленно их делать на доске. То есть это как бы и процесс, и процесс игры приятен, и получаем, допустим, полезный эффект, мы развиваем свое воображение. Сразу говорю, что Го это как бы ну как мне рассказали, поведали, что это вовсе не японская игра, не китайская. По китайским преданиям эту игру они китайцы научили этой игре таинственный народ, который назывался Ди. ну опять же по китайцам да, а Ди это это скифы. Они их научили как правильно плавить металл, градустрительство и вот этой самой игре. То есть на пластиковых правил ну она способна как развить интеллект да, так и как развить интеллект, так и наше воображение. То есть наряду с диетой да, правильно диетой нужно еще делать определенную минимум физических упражнений да, ну вот физические упражнения допустим не могут обеспечить допустим бег или за на мостикеде вот а так и нужны еще устные упражнения да, для поддержания здоровья тела, ума да, вот для этого нужны эти интеллектуальные виды ну для этого нужны эти вот интеллектуальные ну а теперь да. Алексей давай еще тогда коснемся диеты ты говоришь что правильная диета нужна понятно что все наркотическую дрянь мы всю наркотическую дрянь в сторону убрали они даже нормальный человек я думаю и не будет мыслить а вот по диете что ты имеешь ввиду правильная диета правильная диета первые надо отказаться от мясных продуктов потому что мясо очень сильно заслаковывает наш организм если вы не способны отказаться от мясных продуктов то хотя бы ну хотя бы перейдите на рыбу и обязательно естественно рыбу приправляйте большим количеством специи которые помогать переваривать то есть сейчас ты получаешь наверное очередной камешек в свой огород который постоянно мы слышим для нашего радио ну вот приглашайте все время полуумных людей которые нас призывают к сыроедению к вегетарианству еще к чему-то что вам всем не имется почему вы все так против мясоедства выступаете что вам эти несчастные животные так сдались ну едите вы сами там не знаю траву и ешьте чего вы нас заставляете все отказываться от мясного ну как говорится сам по себе да ну тут возникает вопрос а что нам сейчас делать эти несчастные животные что мы их употребляем в пище ну наверное не нужно как говорится подпудом заниматься нужно давать возможность им развиваться жить ну как бы своей жизнью ну и еще раз говорю что мясо просто зашлаковывает наш организм ну и мешает духовно развиваться хорошо давай по другому тогда скажем трупы животных зашлаковывают организм человека сильнее чем трупы рыбы поэтому если вы хотите поедать трупы то в этом случае хотя бы перестаньте поедать трупы животных а ешьте трупы рыбы да хотя бы так вот так вот да ладно хорошо а что ты скажешь такое есть расхожая ну шутка я не знаю один известный человек постоянно так забавно звучит о том что когда уменьшают животное то хотя бы душу выпускают а вы говорит о морковке душу не выпускаете вы получается души еды что ты здесь скажешь вот что-то ничего не могу по этому поводу сказать а значит ты души ед ты же морковку ешь в сыром виде наверное да ну да понятно я просто хотел уточнить может быть ты знаешь тот орган который мы души усваиваем я вот пока такой орган человека не знаю да вот то что-то никак как бы вот мясо да понятно чем мы усваиваем растительную пищу тоже понятно чем мы усваиваем она сюда попадает тут проходит там выходит энергия вот туда и туда идет чем человек может есть души я пока такого органа что-то не нашел в теле организме да ну как-то не странно вот когда допустим ребенок с самого начала да ему даешь мясо то у него первоначальный сердце он как бы это мясо сплевывает дело в том что у человека существует как бы вхожая часть его личности как бы определенная такая защитная система которую можно назвать внутренним стражем этот страж он как бы очень заботливо сидит вот за тем состоянием нашего организма которое происходит допустим мы идем на поле и нам начинаем слышать какой-то страх и какое-то непонятное домогание что именно в ту сторону лучше не идти начинает срабатывать страж который можно назвать ангелом хранительном как бы как ты его называешь и когда человек первоначально начинает с мяса или начинает допустим курить ну хотя бы легче запомнить то у всех возникает мысль не делай это глупость занимаешься во-первых эффект противный определенные действия и постепенно постепенно наш внутренний страж молкает молкает и вообще замолкает дело в том что очищая свой организм читаем допустим опять же манкры мы этого внутреннего стража можем обратно пробудить если он очень сильно разольется то мы можем просто экономить время допустим проходя прилавку магазина и наблюдая допустим за овощем мы просто беря в руки определенное яблоко уже будете испытывать ну вот именно вот на тонком уровне определенный вкус который это яблоко обладает допустим берешь яблоко да у тебя в рту как будто какой-то картон или какая-то резина сразу понимаешь что-то яблоко химическое лучше его не брать что-то с ним не то чем-то оно обработано да ну да и теперь по поводу ума да как этот ум наконец-то присклонить чтобы он оставался ну абсолютно абсолютно нерабочим то есть одна из методик изменения сознания да одна из самых лучших методик это первое что работать с умом да конечно есть практики когда допустим человек входит изменение сознания принимая определенное наркотическое вещество ну опять же любой наркотик это ну он сводит просто на осознание демонизма то есть мы начинаем общаться просто ну с теми мирами которые вообще не общаться ну 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 я тебе скажу опять же с точки зрения ведического подхода вот как я это вижу общаться надо уметь со всеми мирами потому что ведическая культура она не отрицает ничего если что-то есть на этом свете или в этом явном или неявном мире оно для чего-то нужно вопрос ты как общаешься ты общаешься как подчиненное существо которого пинают и долбят и который не знает как себя вести и в ужасе метается отсюда туда да и не может выбраться или ты общаешься как хозяин ситуации или хотя бы как на равных поэтому вот когда говоришь лучше не общаться это все-таки не совсем ведический подход это подход слабо вот я просто этого не замечаю я отсюда ухожу но с другой стороны опять же не зная броду не лезь в воду есть такая поговорка если вы еще не осознали что это такое то лучше для начала понять что это такое а потом уже решать общаться с этим или не общаться ведь есть такие моменты которые да присутствуют на земле но они присутствуют не для вас они присутствуют для чего-то другого поэтому отвергать их не надо но я думаю что общаться с ними напрямую смысла нет вот как посредники там какие-то еще что-то или через посредников можно но не более того это же опять мое видение моя ремарка извини что я перебиваю да нет я как бы согласен если допустим просто пообщаться как бы ну дело в том что вот общаться другим образом они просто ну человек просто заряжается то есть это реальность да то есть после этого просто начинает вести себя соответствующим образом определенным металлоном который допустим вот именно соответствует для этого определенного мира ну да он же залез куда ему не следовало залезать сунулся теперь получай по полной программе а ему уже начинает управлять то есть он же сунулся в подчиненном состоянии не как руководитель не как на равных чтобы понимать это все равно что в атомный реактор залезать и пытаться там разобраться а что это такое здесь происходит да примерно так ну хорошо давай дальше я все перебиваю перебиваю нормально то есть получается то есть самый один ну как остановить ум да есть много способов ну один из самых простых да ну или тот способ который на меня лучше всего сработал это просто оставлять свое дыхание между вдохом и выдохом да то есть когда мы допустим делаем вдох мы должны сосредоточить свой ум вот на то место да где вот вдох оканчивается когда делаем выдох мы должны сосредоточить свой ум на то месте где это дыхание заканчивается то есть подобным образом оставляясь между дыханиями можно оставлять ум абсолютно чистым Конечно, это придет не сразу, и для этого потребуется определенное время. Тут же возникнет, какие проблемы при этом могут возникнуть. Дело в том, что мы с умом очень часто живем, и это неотъемно часто нашего тела. Мы идем, думаем, сидим, думаем, даже когда стим, мы продолжаем думать, чем-то думаем, при этом потушнуть. А когда ум отличается, то у человека может возникнуть страх. То есть нет того привычного, того необычного, кто тут постоянно присутствует рядом с нами. Тут он резко отключается, ну как бы не резко отключается, и сохраняя пустоту, определенную пустоту, человек тут же испытывает определенные неудобства, даже неопределенные, даже очень сильные неудобства. Если, допустим, подобную практику критиковать перед сном, засыпая, постепенно отключая свой ум, то обычно может возникнуть страх, потому что подобное состояние, оно очень похоже на состояние смерти, когда все отличается, то есть бояться этого не надо, просто это надо использовать для мегитации, допустим, или для того, чтобы взглянуть на какую-то проблему с абсолютно другой стороны. Алексей, наверное, здесь не человек боится, а тело человеческое боится, потому что человек все-таки это не человеческое тело. Человек это больше, более широкое представление. Это, ну, так сказать, он включает все тела, которые есть помимо физического, оно включает и низшее, и высшее я, и много-много чего, и в том числе и сущности, которые в нем находятся, и так далее, и божественное, и там демоническое, все включено. Поэтому человек сам, наверное, бояться не будет. А вот звереныш его, человеческое тело, которое боится смерти, боится боли, оно очень реагирует остро на то, что что-то происходит не так. То тут меня, мой ум постоянно думал, 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 компьютер работал, работал, вот раз его и в паузу, стендбай поставили, и что дальше будет, и что дальше делать, и непонятно, как-то и дергать меня перестали, и сразу во всем теле начинаются какие-то такие неуверенные подвижки. Дайте сигнал, дайте сигнал, что я умираю, что я умираю, дайте ответ. Алло, алло, Смольный? Да, примерно так. Можно сказать, что наша душа, которая постоянно привыкла жить под гнём своего тела, которое очень сильно с ним стражалось, естественно, будет испытывать такие очень сильные неприятные ощущения. То есть, был такой интересный случай, да, когда один, ну, очень такой состоятельный, крутой человек ехал на машине по лесу, и машина её сломалась, да, и он к конкретному пути, он добирался именно по дороге, а там солнце уже заходило, кисельник, рум, сумрак, и, естественно, воображение начинало рисовать, допустим, вот эти темноты, да, различные воображаемые предметы. То есть, их на самом деле не было, а эти воображаемые предметы, они находились в его уме, его в уме, и когда он дошёл до места, докуда он добирался, то его буквально всего отросло, ну, было абсолютно в полном психическом расстройстве, то это оставаться с лесом, да, один на один очень тяжело, особенно когда ночью, особенно когда у тебя в душе, допустим, и что-то неприятное, что-то плохое, да, то это начинает материализовываться воображение и принимать очень такие хорошие вот вещи. Представляй, как мужика колбасил, ведь он жил же всё время в комфорте, да, а то ты оказался в этой ситуации, все страхи стали вылезать наружу. Да, то есть, а вот читая ум, да, вот читая мантры, можем очистить свой ум, да, ну, и ещё получается, эти от людей, современных людей, называется болезнью, которая, ну, просто патологической болезнью тишины. То есть, включаешься, обязательно заходишь в всех телевизорах, смотришь, не смотришь, а телевизор просто значит и говори, так монотонно, дун-дун-дун-дун-дун-дун, или, допустим, это может связано, допустим, с слушанием громкой музыки, да, то есть, человек просто слушает, слушает, и просто не находит просто время, чтобы всё это отключить и послушать, наконец, на самого себя, да, загнуть свою, как бы, пустить энергию не вовне, не вовне, да, пустить энергию вовнутрь. Именно, отключая, когда мы ум, мы пускаем энергию вовнутрь, пускаем энергию вовнутрь. Так, ну, наверное, к построенным исцелениям, допустим, когда мы обращаемся к Шиве, да, или, как понимаю, к Чернобогу, да, по советским традициям, это, в первую очередь, мы начинаем лечить психические заболевания. Допустим, есть мантра, которая начинает каком-то риамбакам, и в сумахе, и так далее, то эта мантра, она очень хорошо может излечить от варикозного расширения вен. Когда мы обращаемся к Перуну, да, или к Вишну, или к супруге Ладе, да, мы очень хорошо этим способом можем излечить сердечные заболевания. Но, опять же, определенная осторожность, если, допустим, у вас, допустим, есть родственники, вы пожилые, да, и мы говорим, вот, читая мантру, то они просто этого, ну, не сильно технических причин не смогут сделать. То есть я, по своему опыту, тоже пытался таким же образом давать человеку читать мантру, да, и в процессе этой, ну, чтения, он где-то уже после 5-6-го разом просто-поскненно, просто начинал, ну, просто начинал задыхаться. То есть, если человек очень сильно зашлакован, да, то подобные практики они могут даже для него быть небезопасны, да, то есть можно вспомнить о чем-нибудь мужестве, да, когда нечистая сила при виде креста начинает на него там плеваться, шипеть и так далее. Вот примерно возникает такой же хер. То есть огромные, в подвижной грязи человеке начинают сколыхаться, достепенно вымываться, да, а это, в первую очередь, сопровождается у вас на хаотичном состоянии своего сознания. Все начинает, как бы, эти тараканы начинают вылезать и так далее. То есть это как-то надо очень осмотрительно, да. Можно, допустим, с любовью читать самим мантру, допустим, самим какого-нибудь человека, да. Есть способ, допустим, зарядки воды. Ну, зарядить воду на самом деле очень просто. Надо просто взять воду и мысленно, допустим, спроецировать воду изображение то ли, но бы в росту, да. Если, допустим, вам близок к Перрун, да, увидите в воде увидите в воде Перруна, да. Если, допустим, Кришна, да, то увидите в воде Кришна и с Шива, то с Шива, да. Вы должны очень четко это представить и сосредотачиваясь на этой воде и видя этой воде, допустим, это это божество, да, ну, и начать читать мантру. То есть где-то около 15-20 минут, да, то эта вода будет заряжена и она приобретет определенные физические качества. То есть она или будет она вязкой, или, ну, вот его ощущения будут разные. Эта вода имеет очень хорошие космические свойства. То есть, конечно, средства от морщин наподобие мази очень хороши, да, но рекомендую этой водой просто умываться, особенно девушкам, да, чтобы сохранить побольше свой свежий и здоровья. Хорошо. Надо-надо умываться по утрам и не вечерам, причем правильной водичкой. Давай прервемся еще на музыкальную паузу и дальше будем продолжать развивать тему сегодняшнего эфира. Развелось, развелось, Речка Быстрая Развелось, развелось, Речка Быстрая В эфире Народная Славянская Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио 31-й день месяца Новых Даров 7524-го лета Сотворения Мира Звездном Храме Шестица по одному из древних календарей по одному современных 2 декабря 2015-го года среда Мантры целительной практики Такова тема сегодняшнего эфира И главный ведущий Иванов Алексей Во время музыкальной паузы к нам присоединился Иван Здравия тебе Иван Приветствую С чем пришел Что нам расскажешь Да и вот хотел несколько слов сказать о своем личном опыте работы с мантрами Давай говори Ну несколько лет занимаюсь мантрами так судьба свела с человеком который их знает и передает И вот что удалось узнать Ну для начала мантры это очень серьезный вид воздействия на человека да и на весь мир в целом и если она работает то изменения будут очень серьезными Но как как раз об изменениях то есть пример приводу есть такой жизнеград может кто-то знает фестиваль и там был случай когда ну всех собирают там учитель по кундалини поднимаем всем кундалини и во время занятий соответственно всем поднимают кундалини и слава богам ни у кого ничего не поднимается и тот раз попалась женщина которая чувствительна и у нее она начала двигаться и подниматься как результат учитель оказался некомпетентен он не знал что с этим делать и прямо там же на этом фестивале она умерла потому что это вещь очень серьезная вот так что здесь тоже существует своего рода система безопасности то есть человек может всю жизнь читать мантры но из-за того что он не готов либо ну лучше ему это не делать они у него не работают то есть боги я так понимаю это предусмотрели вот и большинство они работать будут либо очень слабо либо не будут вообще их же благо как сказать а есть люди которые ну особенно по преемственности от учителя к ученику им передают эти знания то есть учитель открывает у него этот канал непосредственно на определенную частоту конкретной мантры ученик нарабатывает ее на протяжении определенного количества дней там обычно там 21 или 41 день ежедневных практических пений мантры длительных и она у него этот канал открывается и в течение жизни он уже может им пользоваться постоянно вот соответственно я бы рекомендовал тем людям кто хочет лечиться при помощи мантры изучать мир при помощи мантры найти компетентного учителя кто владеет этими практиками конкретной мантры и уже под его контролем начинать практиковать вот приведу еще один пример вот этой осенью непосредственно я как бы читаю уже давно одну мантру по лечению ну чтобы как бы сказать лечиться вот во во выздоровлении задача основная и вот у меня у сестры в семье там ну болели дети и мама переживала очень я говорю ну хочешь помочь вот почитай вот эту мантру а как читать да вот пожалуйста слова такие-то вот чёточки есть пожалуйста сиди хотя бы 2-3 раза в день несколько кругов прогоняй и читай спустя какое-то время я начал замечать что у меня в семье начинает болеть то один сын то второй то жена какие-то болезни пошли думаю ё-моё что же за дела такие позволяет уболеть сроду никто не болел и тут я сообразил связал там одно со вторым позвонил знакомому вот учителю который непосредственно компетентных этих делах и он подтвердил то что у меня то нет полномочий давать мантру и соответственно передав её другому человеку так получилось что я её привязал на себе и когда вот мама её читала во здравии моей сестры просто происходила перекачка из моей семьи энергии туда в результате у меня все болели а там будем надеяться что всё-таки кто-то начал поправляться как только эту связь обрубили то есть мантру от меня отключили ну соответственно у меня все вылечились поэтому ещё раз хочу заметить то что мантры дело серьёзное и нужно относиться к ним аккуратно другой ещё тоже пример опять-таки из жизни вот мы с лета втроём с моими знакомыми взяли посвящение на определённые мантры тоже серьёзные и этого человека есть преемственность от учителя который из Индии приезжал и у него там не знаю поколение 40 приемственности в результате мы начали читать мантры одновременно там по 41 день считается мантры и вот как например на Жизнеграде привёл то есть большинство не получалось где то есть я читаю у меня более-менее нормально то есть там ну есть конечно изменения по жизни серьёзные какие-то изменения взаимоотношения с родственником там на работе вот ну более-менее в порядке а вот другие люди два моих товарищей которые читали у одного один человек он начал читать помимо одной мантры ещё несколько и у него начались такие изменения что он говорит просто мир начал распадаться на фракталы то есть прямо аж начался погружаться чуть ли не ну чуть ли не уходить из этого мира то есть такие состояния то есть на уровень выше то есть ему пришлось прекратить полностью пение мантры чтобы ну не усугубить состояние на какой-то период времени насколько я понял второй человек тоже на втором заходе ну то есть на второй мантры 41 тоже начались неприятности ему пришлось остановить потому что начинает раскрываться определённый канал выходишь на как бы ну серьёзный уровень и просто как начинает рвать то есть именно из-за того что мы зачастую не готовы к этому по частотам и как раз такие моменты когда есть учитель которому можешь позвонить и спросить в чём произоходит что мне делать и вообще как себя вести это ну как бы спасает и помогает вот и поэтому радиослушателей призываю ну именно как бы сказать найти компетентного человека а он найдётся именно найдётся потому что если человеку это надо и богами дано свыше то этот человек ну всегда найдётся просто даже подружиться через знакомых или вот даже по интернету может связаться с ну с человеком который именно ему будет лучше всего подходить в качестве как говорится найдётся ну будет ученик найдётся учитель есть такая поговорка в своей жизни у меня так и произошло то что я только как бы пожелал спустя год раз и появился замечательный человек который мы идём скажем так по жизни ну собственно вот о таком небольшом опыте я хотел и рассказать благодарю тебя твои слова не прошли мимо ушей наших радиослушателей и вот здесь Наталья написала какие-то страсти рассказывают в эфире так что нагнал страстей да хорошо Алексей что ты скажешь потому что сказал Иван да когда читаешь матка надо всё-таки противоподеливно осторожность то есть если допустим даже когда беременность можем порезаться когда начинаем везти очень высшими энергиями то есть получается мантра это в первую очередь не как вибрация это допустим звуковая форма определенного божества и когда мы устанавливаем с ней контакт то всё что угодно говорим можно произнести то есть от негативного опыта так и определенных очень хороших духовных переживаний можно испытать надо очень всё это благоразумно делать делать ни в коем вере ни в коем мере не ломать дров и так далее то есть ещё раз во-вторых когда мы обращаемся к божеству в виде мантры нужно стараться это как бы делать с любовью то есть допустим есть метод цигун когда допустим мы идём по дороге идет солнышко нужно представлять как допустим луч солнца входит тебе там солнечное вспетение или там какой-нибудь другой вспечительный центр область сердца третьего глаза да и вот то что подобный забор энергия может как что-то ну как определенный вампиризм да гораздо лучше способ просто посмотреть на солнышко да испытать ему любовь с помощью любви то есть сильная отдача и можем забрать энергию ну опять же надо очень осторожно к этому подходить на самом деле это не страсти да и конечно большие проблемы да хотя вот история поднятия кундалини хорошо что никого она не поднималась действительно хорошо были люди которые поднимали кундалини тоже известно они сжигали свое эфирное тело ну и естественно конечно в голове очень-таки некрозфетические изменения появлялись да то есть неподготовленному человеку ну это равносильно если допустим я к этому и не готовлю когда буду делать очень-очень сложные гимнатические упражнения ну где-нибудь можно просто заквинуть и все то же самое здесь надо весьма к этому осторожно подходить конечно хорошо сообщение от администраторов сайта зачитаю те кто попал в группу гостей раньше а группа гостей была отключена переведены в группу пользователей так что можете заходить в чат и все будет нормально ну что какие еще у нас планы поговорить по мантрам или можно переходить уже к практике какой-то или можно зачитать вопросы которые еще появляются ну да вопросы хорошо Аркуинон задает вопрос существуют славянские мантры агмы что уважаемый соведущий Алексей может сказать об их произнесении и применении насколько длительно их влияние в каких случаях можно применять как часто раз в день раз в неделю нужно ли выбирать определенное время для их произношения произнесения каковы последствия их неправильного произнесения во-первых про сами агмы ты знаком с ними да я знаком с с тарианским мантрами конечно ну сами мантры да я по тому опыту я их как бы тоже произносил ну естественно это если допустим определенные мантры классические да их произнесение полголоса то эти мантры лучше конечно произносить не в городе где-нибудь на природе а лучше где-нибудь на очень высокой горе когда-то загораешься сюда и начинаешь буквально вовес голос и кричать конечно очень потрясающий эффект то есть ты как бы объединяешься окружающим окружающим миром очень гармонизирующий получается так то есть савянские мантры ну как бы лучше говорить чем громче чем громче чем громче тем лучше можно так сказать есть люди которые занимаются гармонизацией пространства своим голосом но разрабатывают вибрации свой голос так чтобы вибрации вернее были такими чтобы через при помощи голоса гармонизировать пространство я с одним человеком разговаривал он говорит захожу я в банк там в старом особняке и мне захотелось гармонизировать его и меня ведет девушка менеджер и я вдруг спрашиваю а можно мне тут ну пропеть ну она думала ну пропеть хороший там человек пропоет чаще мне говорят конечно пропой и я говорит как это по принципу собаки как завыл ну что в гармонизации громко все так на меня посмотрели со всех этих этажей высунули там несколько этажей под куполом да я спросил ну как девушку потом не уволили да нет как говорится нормально обошлось ну так здесь несколько вопросов насколько длительное их влияние насколько можно применять часто их раз в неделю раз в день ну я думаю что в принципе если что-то принимать применять да то я думаю что раз в день как бы можно применять влияние в первую очередь зависит от самого человека как бы от его конкретно допустим уровня развития и так далее то есть невозможно и еще ну и еще можно сказать по многократности применения опять же зависит от человека как принимать мантру уровень воздействия это все очень 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 индивидуально и зависит непосредственно от самого человека то есть человек должен саммин интуитивно как он допустим процессы мантру нарабатывает допустим матрическое дыхание матрическое голос то, что вы там из детства он должен интуитивно ну если нет духовного учителя интуитивно должен сам вырубать определенную методику то есть если допустим ты повторяешь мантру допустим раз в день и тебе хочется повторять больше я думаю от этого вреда не будет но если ты И если при этом испытываешь определенную дископорт или просто нежелание, то просто этого не делать. Существуют наполовину шуточные разговоры или суждения по поводу открытия мантры. Мантры — это же определенное божество. Если ты не можешь читать эту самую мантру, то может просто божество этого не хочет. Или, по крайней мере, считать, что этим способом ты себе можешь как-то навредить. Так, и там еще был вопрос уточняющий. Каковы последствия их неправильного произношения, произнесения? Да, никаких последствий не будет. Скорее всего, никаких последствий не будет. Просто почитаешь, почитаешь, и никакого эффекта не будет. Ясно. Давай еще вопрос какой-нибудь зачитаем. У нас еще есть несколько минут до окончания этой части, чтобы уже потом с чистого листа начать практически какие-то упражнения, занятия. Так, дальше. Вот реплика была Аркунинона. Наркотики — огромная сила, но обуздать и управлять ею могут лишь несколько людей на земле. Остальным противопоказано и с ними не справиться. Тогда не будем удостовериться великим личностям, пока они сами это принимают и с этим справляются. Да. Дальше, Еракор, вопрос в эфир. Алексей, и как же практики, описанные Кастанедой, про использование психотропных растений и грибов для достижения результатов практик, или шаманские практики с употреблением мухоморов? Да, это весьма интересно. Ну, опять говорю, когда мы принимаем подобные вещи, мы практически не можем проконтролировать тот или иной результат, который может произойти. Допустим, был случай, когда этот товарищ, хотя его отговаривал, он применил определенное дурмоническое вещество, да. Ну, и оказался в таком месте, допустим, вот представьте, вот сад, да, ну, он так, например, описывал сад, и в этом саду роль людей, роль деревьев, да, исполняли люди. То есть, какой-то непонятный симбиоз, когда вот стали люди, буквально вращенные в деревья, и между ними ходили какие-то непонятные сущности, произвели какие-то определенные действия. Ну, после этого, конечно, там по жизни очень неприятности начали происходить. Ну, грубо говоря, залез туда, куда не надо. Поэтому все-таки я притимендовал просто бы этим не заниматься. Конечно, может быть, просто нет, это хорошо и получалось. Ну, для человека, который к этому не подготовлен, лучше, лучше остерегаться от подобных вещей. Так надо понимать еще, куда обращаются шаманы, ведь шаманы не всегда обращаются в светлый мир. Очень много практик камланий, когда шаманы обращаются именно в низкие миры. А для того, чтобы туда уйти, необходимо как раз очень часто бывает, вернее, не необходимо, а самый простой способ туда ухода – это прием как раз наркотических веществ. Другое дело, что шаман это делает осознанно для того, чтобы попасть туда, куда ему он считает нужным, для того, чтобы пообщаться с чем-то или с кем-то там и достать информацию. А другое дело, что человек просто начинает в себя засовывать какую-то наркоту. Это то же самое, как, например, представьте себе человека, который садится завтракать, но у него в тарелке вместо еды вдруг находится груда таблеток. Ну, таблетки же применяют наши человеческие существа для того, чтобы вылечиться. Но это не говорит о том, что их надо есть. То же самое и с любым наркотическим веществом. Любой наркотик, если он есть на земле, он для чего-то нужен. Вопрос – а ты понимаешь, для чего он тебе нужен? А ты знаешь, как им надо пользоваться? А ты знаешь, в каких случаях им надо пользоваться? Потому что многие где-то услышали, что, например, вино или какое-то другое наркотическое лечит. И они начинают лечиться бутылками целиком, заливая себе бутылку в хорошей компании, как они говорят, под хорошую закуску. И поэтому мы видим, что происходит с этими человекообразными существами. А можно, зная, как и что, правильно вылечить. Но это ни в коем случае не говорит о том, что, если вы услышали, что при помощи алкоголя можно вылечиться, надо сразу этот алкоголь в себя заливать. Это то же самое, как я еще раз говорю, что утром сидеть и ложкой есть таблетки, полную большую тарелку, таблеток насыпать. Всех сразу насыпать, что в доме нашли. Или специально в аптеку пошли, в самые красивые упаковки. Вот эти, вот эти, вот эти, как это в песне пели, принимают эти таблетки, где красивые этикетки. И вот все это высыпали в тарелку, съели, потом компотом запили. Вот это из той же серии. Вот если когда вы это начинаете осознавать, образами так мыслить, то тогда, наверное, многие глупости вы не сделаете. Ну да, то есть, опять же, в случае, когда вот просто от непродуманных действий, да, прошу поднять кундалини, через чек погиб, есть, ну, в принципе, то самое может, просто может это пойти, а обратно, грубо говоря, не вернуться. И, а если вернуться, то с таким измененным сознанием, что с таким сознанием просто тебя могут отправить в больницу. Да, то есть, надо очень осторожно к этому подходить. Да, имею в виду, кундалини такая штука, ого, куда она попрет, никто не знает, и где она выпрет, тоже никто не понимает, что произойдет. Ладно, давай дальше будем. Так, про мухоморы поговорили. Аркуинон, вопрос в эфир. Возможно ли применение мантр в определенные лунные дни, например, в новолунии? Ну, вообще, сами по себе манты, применение мантов, они не регламентированы определенными лунными циклами. Хотя считается, что наиболее благоприятным применением, да, когда вот он успокоен, это, в первую очередь, в тот момент, когда вот Луны нету, да. Хотя, может быть, и могут быть и другие точки зрения по этому поводу. Ну, считается, что наиболее благоприятным, вот именно когда вот Луны нету. То есть, оно воздействует на наш ум как-то негативно. Ну, опять же, надо смотреть на, в первую очередь, на индивидуальность данного человека, да. Потому что на ней как Луна действует как в воздействующих фактор, для других, наоборот, это вообще может не оказывать никакое такое видимое влияние. Ну, другим, наоборот, там, Луна, как символ, да, они говорят, вот, допустим, ну, новолуния, так, просто энергия прет и так далее. Угу. Хорошо. Дальше. Михаил, здравия добрым людям. Вопрос в эфир. Какой свод правил при чтении мантр? На каком языке нужно это делать, что при этом чувствовать? Угу. Тут, как, можно подходить, это, можно подходить в двух позициях. Первое, да, мы читаем мантры, да, допустим, обращаясь к определенному божеству, да, мы это делаем, допустим, с любовью, да, то есть мы испытываем определенную энергию любви. А можно читать мантру, ну, вот, то есть полностью очистить свой ум, да, просто вот концентрироваться на звуке. И при этом, какие у вас возникнут чувства, это, опять же, зависит от конкретного человека. Ну, лучше, конечно, мантру, как бы, читать все же с любовью, чтобы получить более положительный эффект. Реплика Аркуинона. Недорослим с мантрами, да и любой другой силой, лучше не связываться, пока не достигнут определенного уровня мастерства под руководством мудрого и ответственного тренера, учителя или наставника. Вот так, точку так поставил Аркуинон. Ну, опять же, найти мудрого наставника все-таки довольно сложно, а я думаю, я думаю, практиковать все равно надо. Конечно, необязательно, допустим, читать 108 кругово, там, или там, или там, или там, 108 раз, там, по 16 раз, там, или там, по 20 раз. Достаточно, допустим, допустим, да, вот, длительные эффекты, допустим, прочитать, ну, допустим, просыпаешь, да, просто прочитаешь, допустим, 21 раз. И, допустим, перерыв, снова опять 21 раз прочитаешь, как бы, это вот, как бы, на первом этаже будет достаточно. Ну, опять же, опять же, очно, к этому все осторожно подходить, не рвать на себе майку, там, я сейчас там стану сверху большой личностью, там, будучи, впадут в медитацию, там, и так далее. Надо, как бы, все это очень иметь, очень такой здоровый подход. То есть, если даже, как Аркулина сказал, человек еще не дротит в чем-то, то все равно это не мешает ему заняться чтением мантр, как ты считаешь? Да, не мешает. Дело в том, что чтение мантр, да, если человек решает на прочитку мантр, это уже говорит о определенном уровне сознания. Допустим, человек, который, допустим, живет, прятит свою, ну, последневную жизнь, допустим, вот, на, ну, грубо говоря, на алкоголе и так далее, такому человеку скажешь, ну, а ты мантр почитай, он, конечно, и читать не будет. Чтобы почитать такому человеку мантру, да, ему, на первую очередь, ну, получить какой-то очень сильный стресс, да, когда, обычно, такие люди обращаются к Богу, да, не когда, допустим, им что-то интересное, любознательное, да, а вот именно когда, вот, ну, клюнет тетюр, допустим, в одно, в общем, такое неопределенное или определенное место. Тогда человек, как бы, начинает заниматься духовной практикой. Ну, это не самая лучшая, как бы, позиция и время. Лучше не дожидаться этого момента. Вопросы пока закончились. Я предлагаю перейти к музыкальной паузе и сразу после нее уже заняться какими-то практиками. Как ты на это смотришь? Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжаем разговор. Все довольно осторожно. Ну, начнем, наверное, с определенных с этими практиками. Это, в первую очередь, связано, ну, как повторение мантры, так и с очищением нашего организма. Допустим, если мы хотим себе очищиться ссуды, хотим себе, чтобы у нас стало здоровым сердце, да, мы можем читать мантры, адресованные вишну, да, и при этом, допустим, сочетать это с сока лечения и находиться около вишни, да, и петь вишневый сок. То есть, именно употребление, допустим, сока вишни и то есть сочетание мантры, это, ну, даст очень позывательный эффект для всего организма. Ну, это, как бы, сам процесс будет весна полезный, да, ну, и как, ну, весна полезный, безопасный и довольно приятный. Если, допустим, мы хотим подлечить свою нервную систему, да, успокоиться, избавиться от стрессов, да, обрести спокойствие в душе, да, ну, от всего негативного и так далее. Опять же, когда мы читаем, допустим, мантры Кали, да, допустим, читать мантру Кали, очень полезно это сочетать с субтитры, вреден, допустим, с сока Калины. Подобный эффект даст тебе омоложение, то есть, как бы, он предотвращает процесс старения, очень хорошо успокаивает нервную систему, то есть, как бывает на сосуды, то есть, если, допустим, вы страдаете гидрофоритическими заболеваниями, то вот подобный режим вам весна, ну, весна поможет. Если, допустим, вы хотите обрести силу, да, повысить свой иммунный, ну, повысить свой иммунитет, то очень хорошо, допустим, сочетать, ну, сочетать, допустим, мегетацию, допустим, повторение мантры Шива, но опять же, тут просто сам процесс, да, просто напевая, допустим, ту или иную мантру, да, испытывая любовь, мы, допустим, по тому иному божеству, да, мы, как бы, употребляем, ну, нужно употреблять сок или жимлости, или ижевики, то есть считается, вот, что Шива связан с, как бы, с этими деревьями, да, с растениями, и опять же, эффект, да, одновременно вы будете как бы лечить соком, да, и употребляя мантры, то есть, тут, как бы, мантра, она будет, и сок, они, как бы, будут вместе сочетаться и давать очень хороший, положительный, оздоравливающий эффект. Это раз. Во-вторых, когда мы читаем мантру, да, допустим, освобождая свой ум, концентрируясь на определенный флагар, да, вы обратите внимание на свое тело. У вас в процессе прочитки мантры где-нибудь будет или в районе солнечного степени, или в районе груди, или в районе третьего глаза, или где-то другой месте, да, привязанный к чакрам, будет возникать определенное уплотнение или давление, или уплотнение, то есть, начнет там скапливаться прана. И в эту прану или умственным усилием, да, или умственным усилием можно направить к определенному, допустим, органу, у которого у тебя в данный момент болит, да, то есть, получается, в процессе мантры у нас возникает в организме определенная энергия, да, и эту энергию, в принципе, мы можем направить по своему усмотрению. Допустим, если брать цигун, да, и мы, допустим, направиваем это, концентрируемся, допустим, на зоне около пупка, да, или около сердца, там рекомендуется вот такие концентрации, да, потому что там начинается нерги очень много, надо просто это место растереть руками очень тщательно, да, и когда растирая, в первую очередь, растирая, направляя, допустим, вот самую энергию именно в ту сторону, да, ну, тому органу, который на момент страдает и просто нуждается в этой энергии. Ну, и следующий способ, который можно практиковать, ну, опять же говорю, вот этот способ, наверное, все-таки весьма, если не опасен, то он весьма сложен, да, выставлять осторожность, да, то есть мы можем медитировать, да, то есть мы можем медитировать, медитировать, подать, допустим, в осознанное сновидение. Это делается достаточно просто, ну, неподготовленному сознанию, это будет очень сложно, и, ну, и, грубо говоря, можно, как бы, не идти на это. То есть, то есть мы, когда ложимся, да, сон такая штука, что, ну, очень полезно, да, то есть мы можем тратить свой сон, допустим, на, на выздоровление. То есть, когда мы ложимся, мы открываем глаза, опять же, оставаясь между двух дыханий, мы свой ум замедляем, прекращаем работу и начинаем концентрироваться на мантру. И при этом мы эту мантру, допустим, не повторяем вслух, все идет на, именно вот, на мышленном ключе. Допустим, мы делаем вдох, да, и на выдохе говорим данную мантру. Опять вдох, и на выдохе опять данную мантру. в конечном итоге мы получаем погружаемся в такое состояние, когда вот пограничное состояние между сном и явью, да, мы находимся и в этом состоянии очень хорошо медитировать. Сама по себе, то есть, когда мы произносим мантру, да, мы вот делаем определенные вибрации статистическое мира. Дело в том, что когда мы произносим, эта мантра, получается, она не только звучит из-за реальности, да, звучит из-за других реальностей, допустим, начиная в астральном плане, она имеет свой звук и в ментальном, и в казуальном, и так далее. И когда мы погружаем такое состояние, да, мы можем просто услышать эту мантру в определенном другом ключе, наблюдая определенные физические эффекты. Ну, они будут проявляться, допустим, в виде, допустим, очень таких узорчатых красивых картин, да, которые будут вспышывать перед вашими глазами. Ну, подобные те, кто тоже очень хорофоро оздоравливают, они очень хорошо дают возможность справиться со стрессами и так далее. опять же, этот способ надо к нему подходить очень осторожно, очень-очень осторожно, то есть. И следующее, когда мы, допустим, повторяем мантру, как еще говорил, у нас появляется определенное мантрическое дыхание, да, обычно резкий такой вдох и такой постепенный плавный выдох. Когда, допустим, вы просто себе очень загружены, допустим, болен голова, у вас, естественно, для медитации нету ни времени, ничего, да, пространство, допустим, эти переполненные транспорты, вы можете использовать это дыхание, чтобы стабилизировать себя, то есть приобрести определенную стабильность, допустим, даже это можно таким образом снять усталость, определенную головную боль. так вот. Это все или что-то еще запланировал сказать в эфире? Ну, это, это, в принципе, все, но если какие-то будут вопросы, то могу еще чем-нибудь поделиться. Давай тогда вопросы еще появились, я задам. Вопрос в эфир от Аркуинона. Усиливается ли эффект от коллективного чтения или пения мантр? Да, эффект очень большой. То есть, допустим, один человек, допустим, как бы, допустим, одна единица, да, чем больше людей, тем эффект возрастает геометрическая прогрессия. Даже можно, допустим, практиковать такие формы медитации, допустим, допустим, человек, допустим, находится в разных регионах страны, да, можно подобрать время и одновременно читать мантру, да, получается, подобная практика, она читается очень благоприятно, отражается не только, допустим, на самом человеке, но и на той обстановке, которая, допустим, царит в каком-то регионе. То есть, она просто гармонизирует пространство, как в рамках, допустим, человека, квартиры, да, таки страны, таки страны, так может и всего, как говорится, все планеты. То есть, одна мысль, да, запущенная с любовью, она считается, что она обходит несколько раз, как бы, ну, тонкие оболочки нашей Земли. Ну, к сожалению, это и касается, как бы, и плохих, да, мыслей. То есть, как бы, то есть, если человек, допустим, опять же, не из личного опыта, да, а из опыта того, что прочитал, да, если, допустим, что, чтобы остановить войну, да, на Земле, достаточно просто прекратить убивать животных. То есть, получается, убивая животных, мы кармически получаем все такой эффект и получаем, как говорится, войну. Ну, так вот. А тебе не кажется, что, большое количество звероферм, различных фабрик по производству мяса, это сделано не просто для того, чтобы человечество не голодало, а для того, чтобы, может быть, чьи-то интересы воплотились в жизнь, а интересы, это не очень добрые, для того, чтобы побольше было страданий, переживаний. Вот, как ты можешь связать увеличение количества потребления мяса, связанное с забоем животных и количество проблем, которые в мире сейчас существуют. Да, по-видимому, это не кажется, а так оно, в принципе, и есть. То есть, если звезды загораются на небе, значит, это, в принципе, кому-то нужно. То есть, неконтролируемые процессы в нашей планете, наверное, встречаются очень редко. То есть, просто это кому-то выгодно, чтобы наши как бы держатность, ну, то есть, на определенном уровне. То есть, чем больше забивается животных, чем больше крови их проливается, тем больше потом крови проливается людской. Правильно я тебя понимаю? Ну, получается так, да. Получается так. То есть, идет вот такая вот пропорциональная зависимость. И ты считаешь, что мантрами можно как-то этот процесс убрать или уменьшить хотя бы его? Ну, убрать, то уменьшить, наверное, не получится. Ну, вот, допустим, ну, глупые люди, да, они имеют свойство к объединению, потому что они имеют определенный, как говорится, умственный недостаток, да, и когда они объединяются, это становится просто народным бедствием. А надо-то сделать так, чтобы объединялись, допустим, разумные люди, да, потому что 10 разумных людей, допустим, стоит больше, чем, допустим, 100 губцов. Если, допустим, как говорится, читая мантры, допустим, человек отказался от этих подобных вредных привычек, то, как бы, сам эффект будет очень положительный и будет, как бы, ну, очень сильно гармонировать все пространство, допустим, около этих людей. Ну, естественно, это будет еще весьма-весьма нескоро, и процесс будет весьма-весьма глухим. То есть, получается, в первую очередь, все-таки, не то, чтобы делать какие-то несложные движения губами, произнося какие-то слова, а все-таки это, в первую очередь, осознание сознания. Тогда получается, что надо каким-то образом тех, кого ты называешь глупцами, поднимать на их уровень, на новый уровень развития, с того уровня, на котором они сейчас находятся. Правильно я тебя понимаю? Ну, да, конечно. То есть, получается, вот, допустим, допустим, вот такой эффект, я, допустим, находился в школе, да, и там был матч, который вел себя очень асоциально. Ну, летился, кричал, вот, как будто у него какие-то бедности. Я так получил, что мне удалось посмотреть в ауру этого человека. У него получается, вот, внизу-то все нормально, а вот, что касается вверху, там, такой эффект, как будто, знаете, варикозном расширении вен. Вот, такое очень, это вот, такое лохмасо, какие-то непонятные наросты, отросты. Я думаю, надо вот, вот, как бы, брать, да, помочь человеку. Потом, неожиданно, понял, что это делать просто, ну, не нужно, потому что, все это возникло, не потому что, мальчику это плохой, он находится в очень даже неправильной среде обитания. То есть, получается, сама среда обитания стягивает человека вот до вот такого нехорошего уровня, да, надо просто, как бы, да, именно менять людей. Ну, еще раз говорю, это очень сложно, все это, все очень эмехано. Получается, если люди просто к этому, ну, не расположены и так далее. Тут я вспоминаю Джек Лондона, который вот по поводу алкоголизма писал его произведение «Джеки, чменное зерно». Ну, один из способов радикально. Вот надо, говорит, заперетить, и верти все, чтобы оно вообще не было доступным. Мы, говорит, все алкогольники, пусть, говорит, передохнут, все передохнет, зато новое поколение вообще это не знало. Вот так, наверное. Ну, вот, конечно, все это полушучает, говоря. Ну, надо, конечно, подумать. Хорошо. А какие-то способы влияния на людей, в которых такие мальчики живут, вернее, на семьи, в которых эти мальчики живут, как-то можно оказывать влияние на эти семьи? или все-таки что есть, то есть, смириться с этим? Ну, говорится, если будем мы читать им мантру, вряд ли какой-то будет эффект. Ой, к сожалению. Вот если они как бы это осознают, да, значит, получается, в первую очередь надо сделать так, чтобы вокруг них была определенная информационная среда, которая позволила им подняться. Очень-очень хорошим эффектом владать, естественно, лес, окружающая природа. Допустим, чтобы бросить курин, недостаточно всякие практики, страдания, просто нужно пойти в лес, взять с собой побольше воды, очень мало пищи, и забыть сигареты, и гулять, допустим, с 8 утра до 8 вечера. И после этого процесса человек, если сам не закурят, то курить просто будет уже не нужно. То есть, получается, оторванность от природы, от своего внутреннего мира, да, от космоса, можно сказать, и от богов, да, все это влечет тому, что человек начинает кастерироваться на таких вещах, на которых кастерироваться просто не нужно. Но меня все-таки волнует вопрос с этим мальчиком. Как-то все-таки если на семью трудно повлиять, то на самого ребенка можно как-то повлиять, как-то с ним поговорить, или может какое-то воздействие на него, вплоть до физического. Ну, есть же такая поговорка на Руси, что пока ребенок поперек лавки ложится, то и воспитывать его можно. Как только он уже не помещается, ты уже что-то упустил. Ну, вот если бы ребенок как бы мой был, то дело в том, что воспитание ребенка занимались родители, и при этом они это делали просто неосознанно. То есть ребенок просто копирует их, копируя их поведение, он как бы перетягивает на себя их энергетику. Поэтому тут надо в первую очередь очень основательно поработать с родителями. Я тебя понял. Я тебя понял. Но ведь есть же такие случаи, неоднократно описанные в ИЕ, когда более сильный человек, учитель, он просто-напросто своим авторитетом, интересом к жизни, проявляет интерес к жизни и у таких так называемых неблагополучных подростков, когда он за собой ведет как светочка какой-то целую компанию таких подростков. Они становятся управляемые, у них в глазах появляется добрый свет, они хотят что-то менять в этой жизни, делать, и из них вырастают вполне порядочные люди. Да, конечно же, это возможно. Таких людей пока еще не очень-то и много, но поэтому состояние неудовлетворительное. Это, конечно же, возможно, когда какая-то личность, она заражает человека, он делает помощью этого учителя волевое усилие и просто переходит на другой уровень, когда все это, то, что он тем занимался, становится просто неинтересным. Ну, кстати, этому способствует и мантра. Читая допустим мантру, мы раскрываем допустим свои способности и просто переходим на другой поток выше того, что вы находились, и то, чем вы занимаетесь, просто становится неинтересным. потому что сам по себе эта мантра обладает определенным поэтичным и завораживающим свойством. Допустим, любое постороннее слово не сможет повторять. А вот именно мантра обладает этим свойством, когда при повторении тебе это не доедает, ты повторяешь и повторяешь еще. Я почему привязался с этим мальчиком с примером, потому что не просто так говорю, что есть примеры такие. И вот знаменитый Макаренко, он же воспитывал детей, которые к нему попадали совсем уже из неблагополучных мест. И ему удавалось их поставить на место, где-то словом, где-то действием. Если вспомнить знаменитый фильм «Черно-белый Республика Шкит», как там развивались события, ну тоже, как у детей всех разных возрастов появился какой-то интерес к жизни, как они стали чувствовать ответственность друг за друга, то в этом случае через форму игры, через форму увлечения они стали увлекаться какими-то новыми идеями и стали создавать какую-то свою организацию и вот почему я этого касаюсь. Вроде бы, казалось бы, не относится к нашей беседе сегодняшней эта тема, затронутая мной, но все-таки ведь каждый ребенок это уникум в нашей жизни и если мы просто проходим мимо него, говоря о том, что это не наше дело, говоря о том, что это дело родителей, школы, кого-то еще, тем самым мы себе подписываем в будущем очень нехороший приговор, потому что нехороший ребенок превращается в нехорошего человека и то, что мы упустили когда-то его в детстве, это наша вина, а раз есть вина, то мы должны ее искупить через какие-то свои переживания, страдания, которые вполне возможно через этого уже повзрослевшего объекта общества и субъекта общества к нам вернутся и еще неизвестно простите ли вы себе сами ваше бездействие в будущем. И поэтому если у вас есть хоть какая-либо возможность, а я уверен, что у большинства людей такая возможность есть, просто об этом люди не думают, хоть если есть какая-то возможность на него повлиять, сказать ему лишний раз доброе слово, сказать ему какое-то слово, которое подбодрило, заинтересовало в чем-то в жизни, то не упускайте эту возможность, пользуйтесь ей. Ну что ж, вы, наверное, подводите итог сегодняшней нашей беседы, я тебе предлагаю какие-то добрые, теплые слова в заключении сказать нашим радиослушателям или, может быть, отметить то, что в эфире еще не было сказано. Пожалуйста. Ну, я как бы желаю все это повторять мантру, да, делить это с любовью, это гораздо лучше, чем как бы заниматься потреблением всяких нехороших напитков и так далее. Мантры, они гармонизируют жизнь, то есть как бы могут внести вот той вот определенной изюминку, которая, которых может и состояние, допустим, неосознанности, да, осознанности, осознанности, то есть позволит задуматься над или иными жизненными проблемами. Ну, так вот. То есть повторяйте при возможности мантры. Хорошо, хорошо. От себя я скажу вот что. Слушал сегодняшний эфир и как-то вот мысль меня посетила, что все-таки самая лучшая мантра в нашей жизни это светлый ум, добрые мысли, хорошие дела. Все это есть в нашей древней славянской заповеди «Свято чти богов и предков великомудрых, живи по совести в ладу с природой». Так что давайте прощаться. Напоминаю, что сегодня у нас тридцать первый день месяца нового дарова 7500-24-го лета створения мира в Звездном Храме шестица по одному из древних календарей, а по одному из современных 2 декабря 2015 года среда мантры целительные практики. Такова была тема сегодняшней нашей передачи главной соведущей Иванов Алексей. Нам остается сказать только до свидания. Пожалуйста, прощаемся. До свидания, добра, удачи. До новых встреч, услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok